Рустам Ахмедянов за рулем автомобиля родился, шутят его друзья по Федерации любительского автоспорта. Он один из организаторов соревнований по дрифту и дрэк-рейсингу в Самаре. Когда узнал о возможности принять участие в автопробеге, сразу согласился, тем более, что посвящен он был Дню России. Патриотизм, наверное, все-таки, любовь к родине, к ближним, опять же, проявляется помощь, взаимовыручка. Лучше воевать на спортивных аренах, чем на войне. Федерация любительского автоспорта отмечает День России автопробегом по самарским дорогам уже десятый год. На этот раз каждый автолюбитель и его пассажиры, кроме триколора, получили от организаторов еще и средства индивидуальной защиты. Безопасность прежде всего, отмечают автолюбители. Маска, российский флаг и полторы тысячи любителей автомобильного спорта – это все, что нужно, чтобы организовать автопробег в День России. Сначала организаторы планировали ехать от стадиона Самара-Арена до площади Куйбышева, но затем решили закольцевать трассу на проспекте Масленниково. Более 300 автомобилей, организованной колонной в сопровождении полиции, проехали по Московскому шоссе и Новосадовой со скоростью 40 км в час, соблюдая все правила дорожного движения. Я думаю, что мы пошумим немного, наверное, сигналами, помашем флагами. Обязательно. В этом году, да, это самое большое количество автомобилей в пробеге. Такими пробегами самарские любители автоспорта отмечают не только День России, но и другие государственные праздники, например, грядущий День народного единства. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Сергей Кизоркин